Мендут Холимбург. Только что посмотрел телевизор и, наверное, как и все вы, в шоке от увиденной новости. 10 октября состоялся суд над обвиняемым по делу об аварии около гипермаркета Магнит по улице Ленина. Эта трагедия унесла жизни двух человек. Решение суда было таковым. Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц. Освежим хронологию событий. Владелец дорогостоящего Мерседеса, адвокат Кирипов Николай Геннадьевич. А что? Все честные адвокаты на таких автомобилях ездят. И совсем не важно, что его мать является председателем коллегии адвокатов. Президентом адвокатской палаты Республики Каумыкия. Вторым фигурантом дела является Баринов Давид, сотрудник полиции. По основной версии Следственного комитета, четверо человек под утро катались на автомобиле Мерседес. Со слов троих пассажиров, за рулем был сотрудник полиции Баринов. С места преступления он скрылся, о чем свидетельствует охранник заправки. Он подошел через 30 секунд, на улице стояло двое пассажиров, третий был на заднем сидении, а Баринова на месте уже не было. Эту информацию подтверждает второй очевидец, проезжавший мимо спустя полминуты. Также имеется фотография автомобиля, которая доказывает, что водитель ударился головой о лобовое стекло. Удар был под углом и в момент столкновения Мерседес развернула. В момент удара водитель был смещен наискосов, правее подушки безопасности и пробил головой лобовое стекло. На одежде Баринова нашли отпечатки подушки безопасности, а на лобовом стекле была найдена его кровь. Показания свидетелей были проверены на полиграфе. Также имеются записи камер наблюдения торговых палаток и заправки. Это информация, которую озвучил руководитель Следственного комитета по республике Анатолий Надмитов. Как мы понимаем, у следствия были разного вида доказательства того, что Баринов – преступник и убийца двух невинных людей. Судя по официальным данным, все четко, расписано по секундам, доказано и проверено полиграфом. Со слов надбитого подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Осталось только осудить и посадить. Конечно же, глава республики не имел права обойти это дело стороной. Выражаю глубокие соболезнования близким семьи Элиджиевых, погибших в результате вчерашней аварии. Заявляю, что дело на контроле у меня и у Следственного комитета Калмыкии. Расследование будет максимально объективным и строгим. Хэштег – справедливое расследование. 10 декабря Элистинский городской суд по результатам рассмотрения ходатайства следователя изменил обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на один месяц. Не согласившись с решением Элистинского городского суда, прокуратура внесла апелляционное представление для его отмены и продления меры пресечения в виде заключения под стражу. Конец цитаты. Я не знаком с материалами дела, не знаком с теми, кто ведет это дело и с семьями пострадавших. Не обладаю компетенциями адвоката или следователя, поэтому не берусь судить на каких основаниях Баринову можно смягчать наказание. Могу говорить только по фактам. А они таковы и что глава публично говорил о справедливом расследовании. Заявлял, что дело и Следственный комитет у него на контроле. Но по итогу следователь ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест. Это как понимать? Может быть все вышло из-под контроля? Может быть контроля не было и нет? Возможно, есть еще темная сторона всей этой трагической истории. Когда я начал подробнее расспрашивать об этом деле, то услышал неофициальную версию, которая основана на том, что говорят из окружения очевидцев происшествия. Говорят, что за рулем был не Баринов, а другой человек. Родственники этого человека прибыли на место аварии раньше, чем патрульная машина. К моменту прибытия полиции, подушки безопасности были срезаны, отсутствовали отпечатки на руле. Баринов скрывался, потому как понимал, что все могут повесить на него. В итоге все свелось к тому, что два возможных виновника свидетельствовали друг против друга, а их окружение всячески оказывали давление на свидетелей. Верить в эту недоказанную версию или нет, дело каждого. Но если хотя бы на минуту себя поставить на место очевидцев, то можно представить, какой мог твориться дикий ужас и произвол. Самое страшное, что, кто бы ни был виновником, он все еще не получил по заслугам. Страшно то, что каждая семья могла оказаться в такой ситуации. Могла оказаться против этих темных сил один на один. Сегодня мы молчим и делаем вид, что нас это не касается. Но если коснется, то будем во весь голос молить о помощи. А люди не придут и промолчат, так же, как когда-то молчал и ты. Все вернется бумерангом. Страшно то, что дочери погибшей приходится просить людей отмечать Хасикова в инстаграм. Просто подумайте, до какой безнадеги нужно дойти, чтобы это было единственной надеждой. Он ведь и так был в курсе и держал все на контроле. Друзья, мы ведь давно уже не живем в ханстве, где все завязано на одном правителя. Или нет. Или мы хотим жить по такому принципу. Да и как глава может повлиять на судей или следователей. Хотя активисты митингов, наверное, не согласятся со мной. Зато точно согласятся в том, что на этой земле нужно что-то менять. И менять нужно прежде всего себя. Семьям Лиджиевых помогут не отметки в инстаграме, а общественный резонанс при помощи сограждан. К счастью, такие примеры есть. Как минимум, на следующее слушание нужно собрать сотни человек. Как максимум, добиться освещения этой ситуации в федеральных СМИ. У меня все.